Автопарк Барнаула изношен на 50%, а половины водителей не хватает. Автоперевозчики краевой столицы вновь подняли вопрос о повышении стоимости проезда и компенсации за льготных пассажиров из краевого и городского бюджетов. Предложение направлено к врио-губернатору Виктору Томенко. Как рассказал директор Ассоциации пассажироперевозчиков Барнаула Николай Долженко, в самом тяжелом положении сейчас оказались компании, которые работают с льготными категориями граждан. В среднем на проезд одного краевого и федерального льготников в бюджете заложено 800 рублей, а городского всего 420, тогда как реальные затраты, по словам Долженко, составляют 1100 рублей. К слову, в Бийске и Рубцовске компенсируется 100%. Это одно из предложений перевозчиков. Кроме того, стоимость проезда просят увеличить на 2 рубля, аргументируя необходимостью обновить парк автобусов и поднять зарплату водителям. В среднем она сейчас составляет 18-20 тысяч рублей, рассказал Николай Долженко. За 5-6 лет не купили ни одного большого автобуса. Очень в плачевном состоянии. Каждый год, допустим, 20 автобусов нужно менять. 8-10 лет ходит подвижной состав, а у нас их 300. 120 машин надо приобретать уже на сегодняшний день. И свыше 50% нехватка водителей. Пока речь идет о повышении тарифа не больше, чем на 2 рубля. Все возложить на пассажира нельзя. Кроме того, перевозчики предложили вернуться к старому подходу, когда в трамваях, троллейбусах и автобусах большой и малой вместимости была разная цена. Напомним, в последний раз стоимость проезда в Барнауле поднимали в декабре 2016-го. В мэрии города отвечают, что решение пока не принято. Продолжение следует...